доброго времени суток друзья здравствуйте гости и подписчики моего канала вот так наверное как сейчас я видео не снимал никогда сейчас от рано утром до ну 7 7 часов утра я спешу снимать вот сижу с вами как бы перед вами вернее в нели же мягко выражаясь но грубо говоря вот пришла ко мне вот такая вот посылочка маленькая коробку обожает сема туда будет залазить для вас для вас будет видео короче говоря пришел ко мне вот такой рыболовный костюм это рыболовный костюм рапала о о почему он у меня появился я скажу позже если не закручусь сейчас вкратце вкратце про тактико-технические данные тоже позже из положительного смотрите прислали специальные вешалки идет вместе с вешалками для брюк для комбинезона и для куртки вот костюм зимний называется вот так вот надеюсь там нервно не очень хорошо видно вот до минус тридцати дышащий ну водонепроницаемый по поводу точных тактико-технических данных я вам расскажу попозже сейчас я вот одену штаны покажу все это одену и пойду на улицу и концовка видео будет уже другая может быть даже вот такой вот комбез составляет вниз этого костюма значит костюм этот но не знаю почему я сразу так обычно я вот уже говорил видишь я не буду теперь снимать видео так не буду никогда не говори никогда вот когда вот вещь появилась и сразу ты начинаю снимать видео покрутил руках и так далее ну как правило некоторые вещи скажем так я буду снимать сначала по тесте но это мне вот настолько понравилось смотрите вот комбез на липучках то есть не только так сейчас это все значится так вот смотрите как его описывают там в описании костюм ловушка то есть он дышащий невзирая на то что водонепроницаемый значит это вот тут такая как нам называется и все прочее вот это вот его такая вот хренопень мягко выражаясь грубо говоря значит вот такой комбезик спина полностью защищена очень приятно вот такой вот поясочек смотрите вот без пояса как я выгляжу да и вот матерю на липучках все это дело сделал то есть утянулся вот единство что мне немножко великие подтяжки надо настраивать вот такие вот брючатка что значит сразу бросается в глаза ну во первых вот это вот вещь на липучках мне очень нравится то есть когда жарко я еще по своему дайвенскому костюму знаю можно застегнуться вот только на липучки и будет это все держать чуть-чуть расстегнулся хорошо молния двухсторонняя очень низкая вот смотрите вот так посадочка да то есть застегнувшись на рыбалке для того чтобы сделать там чего-то да вы расстегнули низ не расстегивая верх нет не открывая куртку и тогда ветрозащитный этот самый клапан карманы надеюсь хорошо видно потому что снимают без дополнительное освещение но ощущение такое вот что говорит водонепроницаемый замок внутри внутри теплый такой но флисик то есть если вы руки положите в карман то это можно отогреть точно такой же карман с этой стороны плюс с обоих сторон карманы вот такие на накладках которые выполнены с прорезиненной штуки то есть даже если материал пропустит хотя по идее он водонепроницаемый я потом расскажу как бы порой из в интернете еще больше вот может быть найдут точно его цифры потому что то что я знаю они разнятся точно такой же карманчик с этой стороны для удобства одевания сапогов как его всех более-менее приличных есть вот такой вот клапан который не снимая можно одеть сапог липучка позволяет утянуть практически в рукав вот так вот то есть это очень хорошо затянуто если допустим не в сапогах примеру 3 трекинговых ботинках ну точно такие же ляпки шляпки на курточку то же самое видите вот то же самое с такого же материала который ну как бы вы найти называется в материал ловушка это там от рапа лавские какие-то технологии то есть он тепло в одну сторону пару другую вот в общем вот такая вот картина знаете шо по фуртепанчику размер конечно тут совершенно другой это xl вот чтобы не спрашивали вот xl если тут у меня 4xl то этот xl вот как разнятся кстати вот его название вот этого костюма изнутри приятный такой ну я не знаю материальчик не флис такой ну типа баллония плащевки имеется вот такой карман для мобилы или для документов скорее всего для мобилы вот такой кармашек начать понятно что я его уже мере вот это тот хлястик классно срабатывается с утяжкой под капюшон когда его сюда заправить у меня же она сразу его только померял вот жена его тут же заправила сюда вот то капюшон становится вообще очень хорошо сейчас вот одену курточку брюки нас уже мало интересует приблизительно так вот вы посмотрите как это все выглядит на мне можно сказать на голое тело на мне только но финновский этот самый одна снежинка то есть самый маленький сам самая легкая термобелье таким макаром вот сейчас прямо вот одену я этот костюм одену сапоги или мига ну может быть ботинки не знаю пока мы скорее всего сапоги пойду на может бы даже на улице немножко поснимаю значит вот так это будет выглядеть если его застегнуть полость из приятного вот такой вот козырёчек который жесткий то есть можно вот так вот сделать и будет хорошо можно его так опустить смотрите если утянуть затянет если нет можно вот так вот это благодаря вот этому вот ну хлястику я не знаю лямочки которые в общем застегивается он по самые не могу рукава настолько длинна эта штука что практически можно сделать их вот смотрите вот так застегнул и абсолютно вот ну вот это вот такой неопренчик очень приятно такая функция то есть не ветер не снег хотя ветер через него тоже не пройдет по удобству почему мне больше понравился да то есть кстати про штаны забыл сказать вот здесь вот прям руками чувствуется на седалище не знаю что там честно говоря врать не буду но тут есть какая-то мягкая вставка такая ну миллиметров наверно 5 если не больше но тут чувствуется что это утепление как бы утолщение для того чтобы когда вы сели в ту же лодку к примеру есть это поздняя осень ли там начало зимы но позволяет температура или на стульчик где-нибудь на зимней рыбалке то есть чтобы у вас тут все было в порядке такие же накладочки вот их не видно так визуально чтобы они там прострочены обозначены да но они вот здесь тут тоже на коленке есть то есть по ощущениям вот я конечно еще сниму видео это однозначно по ощущениям вот он теплее дай вы хотя и тут до минус 30 и это до минус 30 я тут и сейчас не сниз не сравниваю как бы один вас валяю другой унижает нет не в этом суть я пытаюсь понять функционал одного и другого хотя один у меня ну скажем так уже давно а этот вот только-только приехал я еще в нем на улицу ни разу не вышел вот я его отдел я уже чувствую как мне комфортно вот смотрите движение как при спиннинге по поводу шелестящего вот сразу передаю звуки значит поехали покупки эту хаотично как как всегда ну вы спросите вот такой клапан и такой то есть вы заскинули эту планку ну никакой ветер замочек надеюсь видно водонепроницаемый карман глубокий не скажу что туда можно все мы уже в коробке япу на мама бросил коробку да животное в доме это хорошо не скажу что здесь как бы ну там какую-то коробку можно положить но вот мобильный телефон я не знаю там документы можно корма этот самый замок водонепроницаемый карманы громадные все выполнены вот такой ну тканью короче водонепроницаемая то есть абсолютно водонепроницаемая очень хорошие липучки мощные то есть пока раскроешь их тут тоже два кармана выполнены также на липучках очень весело есть два кармана вот здесь 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 вот то же самое таком исполнении два кармана вот сюда то есть вот как цивильный костюм ну я его что же как бы рассматривал как почему что вы знаете тут я тестил так и водился пошел на работу не так через балочку пешочком полчасика нормально вот точно так же этот я буду ходить в нем на работу то есть если даже не попаду лишь на рыбалку но носка у него будет ну такая скажем так усиленная ежедневная 5 дней в неделю при минусовых температурах я в нем буду ходить на работу попробую при плюсовых не знаю но пока вот ну не знаю я стою в ногах вообще очень здорово в костюме потому что комбинезон практически по грудь куртки не знаю я пойду так как пойду сейчас у нас за бортом минус 7 ветра по моему это выход на улицу покажет вот вот даже спереди вот такое это конечно здорово это здорово вот так вот этот костюм выглядит на человеке есть утягивающие такие ямочки или резиночки в общем вот такой вот визуально первые впечатления от него очень положительные сейчас я обуюсь и иду идем на улицу дальше видео будет либо с улицы либо когда я приду скорее всего с улицы и так включение на улице сейчас я вам покажу где я спускаюсь где я поднимаюсь каждый день вот тропиночка ну не знаю как для кого и вот она идет дальше вверх по этой тропинке каждое утро я иду на работу и каждый вечер я иду с и работы ну по моему дыханию вы слышите во первых у меня лишний вес 110 килограмм во вторых возраст хорошо за полтинник вот поэтому теплоотдача при вот этих всех телодвижениях она идет как я обещал я сейчас я ничего не одел под него вот на мне тут компьютер на пьюти ладно вы надеюсь поверите подо мной только термобелье больше ничего не растягнуться не утеплиться мне пока не хочется то есть на разных сайтах там разная как бы теплоотдача его ну или пароотводимость цифры разнятся поэтому не буду говорить о том чего нет ну как бы и единого и на российских ресурсах смотрел и на наших украинских вот прошу прощения где одно пишут где другое я буду рассказывать именно свои впечатления вот теплоотдача у меня не хилая повторяюсь по поводу веса пока я себя мокрым не считаю вот немножко идет снежок кэша сейчас уже потеплела где-то приблизительно 56 вот с утра было 7 ну во всяком случае продолжаем тестовые испытания иду дальше друзья снимаю прочтите в полевых условиях там где хочется там где есть возможность погулял я несколько часиков в этом костюме первое впечатление вот при температуре ну сейчас может быть и меньше мне посмотреть нити там 56 градусов мороза может быть 4 штаны очень теплые очень куртки повторюсь вот еще раз покажу я ничего не добавлял вот одно термобелье больше ничего по куртке скажу так есть надежда есть надежда что в этом куртофане про штаны точно не могу сказать можно будет можно будет рыбачить скорее всего с лодки весной осенью то есть у меня не скажу что мне жарко или там супер тепло но и не холодно вот ради эксперимента я решил посидеть на лавочке тоже ну я ходил я пытался выяснить как он там насчет паровыделения и так далее то есть я не мокрый в этом отношении более-менее нормально хотя повторюсь человек не молодой и человек обремененный 20 с лишним лишними килограммов веса то есть тепловыделение при в моей ходьбе идет крепко молодой какой-нибудь будет бегать как сагак ему все равно а я все-таки уже не такой вот но тут не в этом суть вот специально взял блокнот скажем так ноутбук все что смог найти по костюму из разных источников значит называется он rapala interface вот водонепроницаемый дышащий костюм для зимней рыбалки от финской компании rapala но тут идет перечисление регулирующим клапаном но тут вот есть вот такое видите хорошая штука вот про козырек повторюсь он жесткий тут какая-то вставочка то есть это не какая-то сопля то есть если вы утянете то будет нормально если там необходимо вот так за завернули хорошо вот если утеплились как-то повторюсь то есть идет практически практически балаклава скажем так благодаря использованию утеплителя с инсулайты наверно так 180 грамм хорошо держит тепло выполняет выполнен в интернет тут как бы переписывается его это самое вот водонепроницаемость в разных источников разное вот 5000 я находил до 8000 мм да не знаю как бы вот мне эти цифры как бы по барабану мне больше допустим как в моем предыдущем или в моем втором костюме дайва когда человек мне написал вернее позвонил спасибо большое по вашему обзору купил 4 или 5 часов сумасшедший ливень я был абсолютно сухой вот это для меня водонепроницаемость а цифры это такое этот лукавого написать можно все что угодно тем более как бы ура пола я ничего не нашему значит и по поводу влагостойкости еще один тест-драйв вот сейчас вот на ваших глазах а то три тысячи восемь тысяч пять тысяч я не знаю сколько там тысяч влагостойкость сейчас мы смотрим что происходит к сожалению то это вот штаны да то подумайте что я что-то другое положить на пол а вот палка вот так происходит то как они переносят вот это для меня больше всего чем всякие цифры останавливаем водичку убираем стряхнули и что мы видим надеюсь видите абсолютно ничего капельки ушли даже цвет не поменялось ничего не намокла водонепроницаемость этого костюм чека я думаю вполне адекватный тест на водостойкость утеплитель вот это тот специальный специальный утеплитель из очень точных тонких микроволокон которые значительно тоньше волокон других синтетических утеплителей и поэтому они удерживают больше воздуха в меньшем объеме в результате чего сохраняется больше тепла это ну бренд компании такой 3m то есть вот это вот я нарыл до такую информацию то есть то что в нем находится внутри как пишут люди да которые это самое понятно что есть маркетинг там есть все это такое но вот по штанам скажу так вот я сижу сейчас задницей да вот на снегу да ну такое морожка у нас тут то пойдет то не пойдет мне комфортно вот сижу на лавочке не двигаюсь спиной опёрся повторюсь ну как бы не скажу что мне жарко или там тепло но но мне и не холодно правда мороза как такового нет но повторюсь тестовые испытания будет производиться и дальше так все молнии защищены от попадания влаги прорезиненные так далее и тому подобное так обладает прекрасными а вот этот утеплитель который 3м до который позволяет не только удерживать тепло внутри костюма но и поддерживать необходимый уровень терморегуляции кстати говоря я его не взвесил я наверное вот когда приду домой я взвешиваю потом если не забуду конечно извиняйте старый титрами вставлю видео сколько в этот костюмчик весит дышащий материал костюма рапала вот заметьте не знаю надо титры отличается особой прочностью повышенной водостойкостью и ванну и тут про утеплитель и тогда то есть я нарыву много информации но она очень ну как бы схожа принципе в принципе то ли из-за того что рапала у нас не так популярный или не так раскрученный бренд ну ценник приятность скажу так вот учитывая реалии костюмового для зимней рыбалки учитывая реалии на более раскрученные бренды скажем так у разных производителей то есть той же дайвы которая стоит ну почти 300 евро у нас в украине не знаю где там как хотя вот я общался с ребятами из германии вот вадик медвир вадя привет тебе большой с украины вот он тоже рассматривал себе костюм вот дайвочку и порылся в германии дешевле чем 290 или там 275 тоже пока не нашел значит вот этот костюм вот этот я повторюсь он мне понравился вот первое впечатление очень положительное цвет такой в общем все функционала в нем больше я не скажу что дайва плохой нет ни в коем случае дайва очень хороший костюм но там вот эти вот два кармана и все и туши фонарь сливой воду тут все-таки функционал более приятный и намного приятнее ценника приятнее он скажу так вот по украинским реанилем на 100 американских рублей что весьма существенно нынешнее время то есть вот этот костюм стоит порядка там ну 200 евро не знаю ребят где найдете там я же как бы ими не торгую и мне все едино купите вы их или нет я просто рассказываю свои впечатления ссылочку на магазин где откуда он приехал вот я обязательно скину под видео скажу больше в этом магазине не только этот костюмчик приобрел будет еще обзоры к новому году тут жена мне тоже подарки сделала ну как она сказала купи а я на такую-то сумму это гораздо приятнее чем тебе подарят там какую-то ну не знаю как вот мы привыкли женщинам там мясорубку еще какую-то хрень я так надо купить я покупаю так а подарок лучше обозначить сумму и пусть человек купит то что то что ему хочется то что порадует его душу короче это не последняя покупка и не последний обзор повторюсь около 200 евро около меньше начать по долларам там ну 200 может плюс минус смотря где найдете не в этом суть по зимним вещам в общее значит кроме этого костюма ко мне должны приехать из канады стельки стельки по описанию супер это стельки с подогревом на батарейке при том вот я смотрел там на как называется господи кино рыбачьте с нами по моему там на сапоге висит эта хрень там совершенно другого типа стельки в которых пульт отдельно ну как бы коннектится со стелькой можно выбрать режим обогрева мало того эта стелька зараза умная то есть если вы забыли выключить сняли ботинок или там сапог где у вас эта стелька она выключается автоматом там стоит датчик в общем короче прибамбас ребята шикарный вообще вот за последнее время ну наверное с учетом возраста у меня появились много гаджетов которые носу не свойственны молодежи да но свойственны людям которые прошли какой-то определенный рубеж возрастной и понимают чем чревато плачевное отношение к своему здоровью то есть я что же был молодой я спал просто на земле на летней рыбалке там или уже даже на осенне когда изморозь в мешок целлофановый в этот завяжешься надышишь туда вроде тепло ночью или утром просыпаешься на тебя вода капает холодно замерз как тут все это потом организм вспоминает и так мстит зараза что сейчас я ну не скажу что я старик да но вот эти все вот ночи на берегу днепра и прочих водоемов там вставков и прочее это все мне сейчас сказывается поэтому у меня появилась разные девайсы вот майка там еще вот мне с израиля володя там роскошную вещь прислал володя привет я большое огромное спасибо короче если вам интересно вот эти вот штуки молодежи это не интересно я сразу говорю а вот людям у которых уже есть проблемы там суставами со спиной напишите я могу снять вот просто так свои личные впечатления обзор гуана ни разу не скажу про гуана сразу никогда не буду говорить что вот это вот я просто на него не сниму ничего вот но на хорошие вещи я если хотите я с вами поделюсь повторюсь по костюму буду завязывать ну еще посижу но но в принципе повторюсь как есть поговорка для того чтобы понять какой бош не надо есть в кастрюле вот впечатление очень положительное очень учитывая ценник так вообще бомба скажу так вся эта зима будет вот в этом костюме вся весной скорее всего может быть даже ну летом не так актуально хотя сниму я наверное в конце зимы и весны а потом дальше потому что ли ну люди рассматривают разные покупки я обязательно сниму и может быть даже не одно видео об этом костюме во всяком случае он мне понравился если кто рассматривает скорее всего на новый год будут какие-то скидки это традиционно поэтому ребят ну не знаю решать вам где покупать и что покупать но вещь хорошая достойно надеюсь вам это видео было интересно и полезно пожалуйста включайтесь в тему по поводу зимних вещей разных примочек которые делают более комфортным на сосуществование не только на рыбалке но и вообще в быту спасибо большое если вы были со мной до конца подписывайтесь на канал всем не хвоста не чешуи до новых встреч и и и и и